Следующее сообщение о особенностях клинической разработки биоаналогов. Мария Станиславовна, Пшустова, расскажет вам об этом. Добрый день, уважаемые коллеги. В продолжение темы воспроизведенных лекарственных препаратов, невозможно не рассказать о особенностях клинических исследований таких препаратов, как биоаналоги. В настоящее время биоаналоги уже прочно вошли в клиническую практику. Более прочно они сделали это в Европейском Союзе. Но они входят и в клиническую практику в Российской Федерации. На протяжении 10 лет уже более 10 классов биоаналогов были зарегистрированы в Европейском Союзе. И, что важно подчеркнуть, за эти 10 лет тем же самыми регуляторами Европейского Союза не было отмечено существенных проблем безопасности биоаналогов. Безусловно, в России тоже уже регистрируются биоаналоги. И, в частности, помимо достаточно простых биоаналогов, были зарегистрированы также биоаналоги моноклональных антител. Хочется отметить то, что биоаналоги являются достаточно важным аспектом рынка фармацевтического. И, как видно, при появлении биоаналогов стоимость на лекарственные препараты с аналогичным действующим веществом снижается. К сожалению, в ситуации с биоаналогами это происходит не так лавинообразно, как с дженериками. Но есть случаи, прецеденты, когда, в частности, на российском рынке выход биоаналога снизил стоимость оригинального препарата в разы. Хочется отметить то, что, наверное, не видно, но Европейский Союз является одним из лидеров по регистрации биоаналогов. Более 30 биоаналогов. Также регистрируются биоаналоги активно в Соединенных Штатах. Это порядка 10 биоаналогов. И биоаналоги, как неудивительно, второе место после Европейского Союза – это Австралия. Никто не знает, что происходит в Австралии, но биоаналоги там тоже регистрируются. Именно поэтому регуляторная основа разработки, в принципе, пионером в этом является Европейский Союз. Но в настоящее время регуляторные основы для разработки биоаналогов активно разрабатываются и регуляторами других стран. В частности, это FDA, это Всемирная Организация Здравоохранения. Ну и хочется отметить то, что сейчас есть такой тренд, что, в принципе, локальные регуляторы каждой страны также разрабатывают собственные рекомендации. И это действительно обосновано, потому что в рамках разработки биоаналога крайне важно. Это абсолютно четкий механизм регулирования выхода биоаналога на рынок. То есть важно объяснить и разработчикам, и медицинскому сообществу, какой минимальный объем исследований необходим, какой объем исследований в области качества до клиники необходим для того, чтобы мы действительно могли сказать, что да, этот биоаналог качественный, да, этот биоаналог можно применять в клинической практике, и да, мы не ожидаем от него каких-то дополнительных проблем с безопасностью или эффективностью при применении. Здесь приведены основополагающие такие труды, гайдлайны по разработке биоаналогов. Отрадно то, что с 2017 года в России начинает действовать также свод рекомендаций Евразийского экономического союза, который полностью находится в комплайнсе с ведущими международными рекомендациями. Что касается эволюции регуляторных требований в России, с 2010 года в принципе эти требования достаточно жесткие, и эти требования также проповедуют необходимость клинических исследований в области биоаналогичных препаратов. С 2014 года эти требования стали несколько более детальными и более понятными, были уже достаточно четко прописаны критерии и рекомендации по дизайну этих исследований. Ну и с 2017 года в принципе мы можем сказать то, что да, мы работаем по абсолютно идентичным мировым стандартам. Что касается этих правил, то что они, во-первых, разработаны для гармонизации регистрации данной группы препаратов. Безусловно, основополагающий принцип осуществления исследований биологических препаратов это вот четкое поэтапное выполнение всех необходимых регуляторных требований. Ну и безусловно, то что все эти рекомендации основаны на уже опыте того же европейского, сообщества, американского сообщества, это, опять же, достаточно большой плюс, потому что мы можем действительно проводить сравнение и судить о качестве биоаналогов на одном уровне. Не буду довольно подробно озвучивать определение биоаналога, но стоит отметить то, что самым главным и ключевым моментом, то, что препарат не просто должен быть таким же с позиции его строения, с позиции действующего вещества, он обязательно должен подтвердить все свои характеристики качества в сравнении с референтным препаратом, и он обязательно должен подтвердить еще и такой клинический аспект, как терапевтическая эквивалентность. То есть это аналогичность его эффективности и безопасности при применении у целевой популяции пациентов. Хочется отметить то, что биоаналоги тоже бывают разные. Наиболее сложными биоаналогами являются моноклональные антитела, так как их структура существенно больше, сложнее. Но, безусловно, все биологические препараты существенно отличаются от химических препаратов. Собственно, как уже было сказано, это высокая молекулярная масса, это сложная структура строения, это белковые молекулы первичные, вторичные, третичные структуры строения. И, безусловно, достаточно более сложный процесс для производства. Это живые клетки, это культура клеток, и это невозможность полностью повторить процесс производства. Опять же, что касается того, что биоаналоги бывают достаточно разные, уже в ряде гайдлайнов есть более узкие направления для разработки того или иного класса биологических препаратов. И ими, безусловно, стоит также руководствоваться при планировании клинических исследований. Что касается всех биологических препаратов, в каком-то роде все биологические препараты являются биоаналогами, так как невозможно повторить полностью и получить идентичные параметры и характеристики молекулы от серии к серии препарата. Как опубликовал интересную статью журнал Nature, даже уже зарегистрированный оригинальный препарат, такой как Маптера, ретуксимаб, отличается в зависимости от каких-то изменений, инноваций, которые происходят в производстве. И, соответственно, самая главная цель – это не показать идентичность, это невозможно, а показать то, что характеристики молекулы, как в ситуации с биологическими препаратами, так и в ситуации с биоаналогами, то, что характеристики молекулы вписываются в определенный узкий коридор параметров качества. Вариабельность возможна, но вот этот узкий коридор должен достаточно строго регламентироваться. Что касается разработки биоаналога, разработка несколько отличается от разработки оригинального препарата, и это вполне объяснимо. Огромный базис в разработке биоаналога нацелен на то, чтобы сначала показать то, что да, биологическая молекула, она такая же, она аналогична по строению, по всем конформационным структурам, по своей биологической активности. Она также ведет себя в инвитро- и инвиво-тестах, и она показала такие же характеристики при доклинических исследованиях, и только после этого уже таким венцом всей разработки становится сравнительное исследование у пациентов, клиническое сравнительное исследование. И, безусловно, не стоит забывать о том, что на пострегистрационном этапе также очень важно наблюдать за качеством биоаналогов, биоаналогов, и в том числе это регулируется таким документом, как план управления рисками. И хочется отметить то, что заключение о том, что препарат является биоаналогом, то, что он действительно может быть внедрен в клиническую практику, оно делается на совокупности всех доказательств. То есть недостаточно просто показать в клинике. Даже больше скажу, что препарат, не доказавший свое качество на ранних этапах, он просто не пойдет в клинику. Но самое важное – это то, что совокупность этих данных будет учитываться при заключении о том, что препарат действительно является биоаналогом. И опять же, краеугольный камень в исследовании биоаналогов – это как раз-таки доклинический этап. Это вся совокупность тестов ин-витро, ин-виво, достаточно сложных клеточных тестов, потому что молекулы, как правило, с достаточно сложным механизмом действия, молекулы биологические. И вот на этом этапе очень важно подтвердить действительно то, что препарат обязательно в сравнительном исследовании является аналогичным референтному препарату. Ну и доходя уже до клинического исследования, наверное, мне здесь хочется сказать, чтобы мы не были так скептичны, потому что к моменту клинического исследования биоаналога препарат уже как минимум подтвердил таких два важных шага, как свою аналогичность оригинальному препарату на доклиническом этапе. И так как препарат это подтвердил, то, скажем так, ожидать то, что будут какие-то неизвестные в нашем, так сказать, уравнении, в исследовании эффективности и безопасности, эти неизвестные минимальны. Что касается требований к исследованиям биоаналогов, в настоящее время они гармонизированы, они не отличаются в Европейском Союзе США и в России. Это обязательно проведение клинических исследований, обязательно выбор препарата сравнения. То есть в исследованиях биоаналога цель не показать эффективность как таковую или благоприятное соотношение риска и пользы как таковое, а обязательно показать то, что препарат работает так же, у тех же пациентов с тем же ожидаемым эффектом. Что касается клинических исследований, первых, там, где возможно, там, где позволяет механизм действия препарата, они могут проводиться у добровольцев. Это, как правило, исследование с параллельным дизайном, так как биологические препараты обладают достаточно длительным периодом полувведения, что делает перекрёстный дизайн достаточно неудобным в исследовании биоаналогов. Ну, там, где невозможно использование препарата у здоровых добровольцев, то, как правило, применяется в популяции пациентов. Но это, как правило, исследования первой фазы, нацелены стандартно на доказательстве эквивалентности фармакокинетики, где применима фармакодинамики и безопасности. Что касается клинических исследований вторых фаз, то вот тут они как раз-таки не требуются. Препарат с таким же механизмом действия, препарат показал свою аналогичность на доклинических этапах, и, в принципе, выбирать дозу, выбирать режим введения нецелесообразно. Он такой же, как у референтного препарата. Что касается исследований третьей фазы, то это обязательное исследование для доказательства аналогичности эффективности и безопасности препарата. И, опять же, что касается популяции, должна быть выбрана гомогенная популяция пациентов под целевым показанием. Если у препарата несколько показаний, то это показания, где препарат оказывает наибольший эффект. Так как в популяции, которая получает наибольший эффект от применения препарата, наиболее легко выявить существенные различия в данном эффекте. Опять же, что касается оценки эффективности, важный момент, то, что для биоаналогов оправдан подход оценки эффективности по суррогатным конечным точкам. То есть это не такие отдалённые конечные точки, как безрецидивная выживаемость или общая выживаемость, которую мы будем ждать лет 5-10, а может быть и более. Это такие точки, как частота ответа, например. Что касается также дальнейшего исследования биоаналогов, оценка эффективности на пострегистрационном этапе, она не является обязательной, но, безусловно, приветствуется. Оценка безопасности на пострегистрационном этапе является обязательной, и для этого как раз-таки разрабатывается такой документ, как план управления рисками, и реализуется фармаконадзором производителя, и в том числе все нежелательные явления, весь базис собранный на пострегистрационном этапе, он обязательно рапортируется в государственные органы наблюдения, в частности, на Стеросздравнадзор. Что касается экстраполяции показаний, экстраполяция показаний, как правило, разрешена при наличии чёткого обоснования возможности этой экстраполяции. отсутствие какого-то разницы в механизме действия по показаниям, наличие исследований на чувствительной популяции, которая действительно может быть экстраполирована на другие популяции пациентов, и это, безусловно, это обоснование, оно в контексте каждого препарата, оно может быть своё, но это возможно. Что касается взаимозаменяемости, как уже поднимался вопрос, в настоящее время все регуляторы практически не отрицают возможности взаимозаменяемости, но что касается, например, Европейского Союза, то вопрос о взаимозаменяемости решается на уровне государства отдельного, в США на уровне штата. В России в настоящее время вопрос взаимозаменяемости также принимается на национальном уровне. Я лично не вижу какой-то большой проблемы в данном вопросе. Если действительно есть база хорошая, доказательная, если есть рациональное обоснование, то почему нет? Что касается дизайна клинических исследований, тоже хотелось бы немножко расставить несколько акцентов. Во-первых, цель сравнительных исследований – это исключить клинически значимые различия в безопасности и эффективности препаратов. То есть это не, в принципе, доказательство каких-то соотношений риск-польза. Вот здесь все достаточно просто. Это сравнительные исследования. И самое главное – показать то, что клинически значимых различий нет. Но при этом очень важно то, что для разработки дизайна таких клинических исследований должен использоваться целый пул литературных данных об оригинальном препарате. С одной стороны, это немножечко проще. Мы знаем, в каком направлении идти, где ожидать каких-то критических точек безопасности и эффективности. Но, с другой стороны, это очень важный момент, потому что выбор популяции, объем выборки, он основывается как раз-таки на литературных данных. И крайне важен выбор и обоснование тех клинически незначимых различий, потому что эти клинически незначимые различия могут достаточно сильно варьировать на основании литературных данных. Что касается ключевых конечных точек, ну, безусловно, фармакокинетические точки достаточно стандартные. Они по-настоящему принципиально не отличаются от тех же исследований биоэквивалентности. Стоит отметить то, что для биологических препаратов, в принципе, регламентируется тот же, так сказать, узкий коридор, где мы доказываем эквивалентность фармакокинетики. Но так как биологические препараты обладают несколько большей вариабельностью, то для отдельных препаратов может быть обоснован и немножко более широкий коридор вот этих разрешенных значений. Что касается эффективности, ну, как правило, это все-таки суррогатные конечные точки. И, безусловно, очень многое зависит и от выбора конечной точки, и от гипотезы, от того марджина, той клинически незначимой разницы, которую мы закладываем при планировании клинического исследования, и, безусловно, от фактической величины эффекта. Это важный показатель, потому что на стадии планирования берется литературная статья, и при этом, например, эффект на практике в рамках исследования, он может отличаться, он может даже превышать заложенную. И по факту здесь есть еще такой очень интересный момент, то, что заложенные показатели эффективности, они могут также влиять на мощность, и в итоге на всю, так сказать, все резюме от исследования, потому что эти показатели достаточно важны на этапе планирования. Что касается анализа безопасности иммуногенности, то, как правило, этот анализ проводится в той популяции, которая рассчитывается для анализа эффективности. Методы вполне стандартные, это регистрация нежелательных явлений. Ну, здесь, безусловно, хотелось бы сделать акцент на то, что важно также регистрировать нежелательные явления, которые являются специфичными для какой-то определенной группы препаратов. Так как здесь много достаточно практических, практикующих исследователей, хотелось бы расставить также несколько акцентов. Ну, во-первых, что очень важно для проведения исследований, что важно для результатов исследования. Для анализа фармакокинетики и фармакодинамики крайне важен. Это преаналитический этап. Это как раз-таки тот этап, который осуществляется отчасти у вас в центрах. Это время забора, маркировка, транспортировка образцов. Потому что в данном случае каждый пациент вносит вклад в эти кривые фармакокинетики. Каждый пациент может стать критичным для доказательства или недоказательства аналогичности препарата. Ну и, безусловно, большой вклад в результаты вносят аналитические методики. Также для оценки эффективности, ну, как и всего исследования, очень важно включение валидных пациентов. То есть это четкое исследование критериям включения и невключения. Это тщательное обследование. Иногда, ну, вот, как я считаю, грамотные исследователи могут немножко выходить даже за рамки вот четких критерий включения и включения, но чтобы понять, что действительно пациент получит какую-то пользу от исследования. То есть это, возможно, несколько больше исследований, там, аномнистических данных, каких-то проблем со здоровьем. Потому что действительно хотелось бы, чтобы исследования были не только нацелены на написание отчета и регистрацию препарата, а все-таки приносили пользу тем пациентам, которые включены в данные исследования. Что касается сопоставимости, ну, опять же, как я уже сказала, то, что достаточно важен выбор литературных данных, и важен тот пул информации о оригинальном препарате, о референтном препарате, который есть на момент планирования исследования. Ну и что касается анализа безопасности, я считаю, что анализ безопасности и профиль безопасности препарата, который мы видим в клиническом исследовании, на 90% зависит как раз-таки от исследователей. И здесь хотелось бы, безусловно, отметить то, что связь каких-то нежелательных явлений, анализ этих нежелательных явлений в рамках клинических исследований, он зависит от вас. И это очень важный показатель в рамках всего профиля, вот той картины, которая вырисовывается в рамках клинического исследования. Что касается анализа данных, безусловно, в рамках клинических исследований биоаналогов изучить абсолютно все невозможно. Как уже я говорила ранее, самое главное – изучить наиболее критичные характеристики и по совокупности полученной информации сделать заключение. То, что препарат может быть использован в клинической практике, и то, что мы от него не ожидаем каких-то проблем с безопасностью или эффективностью. Но, безусловно, очень важен это пострегистрационный этап, это сбор информации о препарате. И опять же, здесь я возвращаюсь к первостепенной роли врачей, практикующих, которые назначают препарат. Это обязательно сбор информации о безопасности и эффективности в рамках фармаконадзора. Когда врачи рапортируют нежелательные явления. Потому что, кроме вас, понять о каких-то новых выявленных проблемах, если вы не будете их рапортировать, мы не сможем. Ну и что касается, наверное, такого заключения, это то, что, в принципе, современные технологии позволяют действительно делать качественные сложные молекулы. Безусловно, регистрация этих препаратов, таких как биоаналоги, должна достаточно строго регламентироваться регуляторными органами. Но сейчас биоаналоги – это уже действительность практикующего врача. И здесь, безусловно, очень важно, чтобы вы также помогали нам собирать информацию и приобретать, наверное, наш совместный опыт от применения данных препаратов. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос. Можно маленький комментарий? Но поскольку я так заглянула, думаю, кто обучает аудиторию, как проводить клинические исследования. Мария Станиславовна, спасибо огромное за такое обучающее. Но вот все-таки у меня пожелание было, мне, например, интереснее было как регулятору, потому что вы работаете в компании, которая на самом деле прорыв регуляторики на международном рынке в отношении биоаналогов совершила. Компания Биокат впервые в Европе представила кейс по ретуксимабу в отношении биоаналога. То есть это позволило изменить парадигму отношения к регуляторике этой группы препаратов в целом в мире. И это и продвигается, собственно говоря, та задача, которая и ставилась. Потому что на самом деле копировать даже в регуляторике то, что делают другие там со ссылками, ну, замечательно. Там мы соответствуем ЕМА и ФДИ. Хотя на самом деле Российская Федерация с точки зрения регистрации биоаналогов – это, в общем-то, страна более такая уникальная. Там четыре, да, у нас более шестидесяти. Поэтому, конечно, вот интересен был бы опыт компании с тем, что уже большая армия наших врачей участвовала в анализе именно клинических исследований, биологических аналогов. И что это позволило осуществить? Я уж не говорю о том, что мы действительно имеем сопоставимый клинический эффект. И это вот для нас самое ценное является, потому что нам нужно двигаться самим в этой регуляторике. Только тогда это будет путь к процветанию. Может быть, мы не видим какие-то еще риски. Возможно, были получены вами там в мониторинге. Потому что действительно оппонировать вот то, о чем Михаил Романович спрашивал. Хорошо, мы не против врачебное сообщество, там против дженериков, биоаналогов. Покажите качество. Это качество должно начинаться с регуляторных процедур. То есть если мы уверены, что это должно быть такое количество пациентов, что это должна быть такая-то регуляторная база. А кто докажет врачу? Врач сталкивается с конечным итоги с небольшим там полом конкретного пациента. И врач боится точно так же, как и я, просто пациент, там регулятор. А сработает этот препарат или нет? И когда дело касается там близких людей, часто названиваешь там в компанию, когда ты сталкиваешься уже не с референтным препаратом, вернее, не с референтом, да, именно с препаратом, который воспроизводится. И говоришь, ребята, у вас точно все замечательно. Потому что я помню эту дискуссию, когда мы вводили, хотели ввести там еще дополнительно фармакспертизу. Все равно все говорили, Илья Анатольевна, вам на регистрацию принесут лучшее. А то, что будет в дальнейшем обращаться на рынки, ну это уже совсем другое. Поэтому, собственно, и говорим, вот что накапливалось, было бы очень интересно с точки зрения фармаконадзора. Ведь компания еще имеет обязательство и сама это накапливать, собирать это, доказывать в последующем это качество. Поэтому спасибо огромное. Я думаю, что как раз информация, о которой вы говорили, большинство в зале-то владеют, и как проводятся эти клинические исследования. Просто очень интересен действительно опыт вашего мониторинга, вот этого пострегистрационного. Тем более, что хочу поздравить компанию с регистрацией впервые за рубежом биоаналога тростозумаб в Индии. Много регистрации у вас теперь ретоксимаба будет получаться. Хотя написали почему тростозумаб, насколько я помню в прессе. Но ретоксимаб-то во многих странах уже регистрируется, и в Бразилии, тем более интересен такой кейс. Те же там условия или нет регистрации? Не отличались? Я думаю, что мы потом подготовим более подробный обзор. Здесь просто была цель, наверное, все-таки на аудиторию исследователей рассказать. Хотелось бы просто еще, наверное, отметить то, что результаты наших клинических исследований мы докладывали неоднократно и биоцезумаба, и ретоксимаба, и тростозумаба на международных конференциях, либо в рамках постерных сессий, в рамках постера дискашн. В принципе, у зарубежных коллег как таковых критических замечаний по отношению к проведению исследований не было. Но они от нас не отличаются? К вам какие-то дополнительные требования за рубежом предъявлялись, в отличие от того, по каким вы условиям зарегистрировались в Российской Федерации? В настоящее время, что касается тех рынков, на которых удалось зарегистрировать препараты, нет, досье препаратов удовлетворило регуляторов соответствующих стран. Ну, замечательно. В интересе со стороны медицинского сообщества мы будем рады представить эту информацию. Но вот что касается, например, применения такого биоаналога, как ретоксимаб, ну, в настоящее время и со стороны фармаконадзора не было выявлено каких-то существенных проблем. И я думаю, что со стороны медицинского сообщества, кто уже применял этот биоаналог, в принципе, вопросов не поступает. То же самое, в принципе, мы сейчас наблюдаем с биоаналогами тростозумаба и бевоцезумаба. Конечно, опыт ещё применения не настолько большой, как у ретоксимаба. Но я думаю, что, в принципе, надеюсь, что мы подтвердим тезис европейского сообщества, что за 10 лет применения биоаналогов не будет выявлено каких-то значимых проблем с безопасностью. Я хотел бы сказать, что не нужно придержать уровень управления, потому что это регуляторный орган. Центр доверяет медицинскому сообществу. Но у меня есть вопрос с фармакоэкономикой экономики. Вы изучали фармакоэкономикой отечественных биоаналогов? Ну, я лично, наверное, не так сильно. Но, безусловно, фармакоэкономика отечественных биоаналогов, фармакоэкономика внедрения в практику биоаналогов, конечно же, изучается. И по ряду биоаналогов у нас есть данные. Ну, что, лучше фармакоэкономикой отечественных биоаналогов, чем по идее у нас. Экономику закупаем эти биоаналоги. Вы знаете, у нас с вами ритоксимаб, эмотинип, ряд онкологических препаратов, биологических аналогов. Экономия, конечно, колоссальная. Я могу сказать о том, что на только биоаналогах в онкологии мы за три года сэкономили 5 миллиардов. Что такое 5 миллиардов? Это возможность дополнительно вести без… У нас сокращаются финансирования, но число пациентов растет. Вот в онкогематологии это позволяет нам дополнительно то, что приросло за 5 лет, более 60 тысяч пациентов. Из них с онкогематологии это где-то половина пациентов лечить при сокращающихся финансированиях. То есть если на 7 нозологий у нас вначале выделялось 51 миллиард, это 2008 год, сейчас в прошлом году это было 39, в этом году подняли немножко, 43 миллиарда. То есть фактически, конечно, если бы мы не шли по пути того, что выводятся на рынок биологические аналоги и воспроизведенные препараты, то такой прирост пациентов по затратным нозологиям было бы невозможно лечить. Я сейчас очень надеюсь, что такой же будет эффект и по препаратам орфанным, потому что это наиболее затратная часть для здраво, именно в лекообеспечении. Поэтому, конечно, мы обращаемся всегда, вы знаете, и я к врачебному сообществу обращаюсь, чтобы там, где есть возможность поддержки, и понятно, что есть психологический даже момент пациенту перестроиться. Врач вроде бы и уверен, потому что когда мы начинаем собираться и говорить о том, что, ну, назовите критические точки, почему нужно пациента вести только на оригинальном препарате, врачи это не называют. У нас это такая же, вы знаете, с трансплантацией, тем более, что некоторые препараты, да, пересекающиеся, говорили, что есть как бы одновременно как бы иммунологические эффекты и в онкологии, и после трансплантологии, не могут нам ведущие специалисты таких аргументов привести. Поэтому нам очень достаточно сложно оппонировать, когда начинают спрашивать за эффективность расходования средств. Я, честно говоря, вот сегодня просто удовольствие получаю, потому что я же все-таки больше в науке, в образовании. Вы не представляете, насколько у вас больше свобода и возможность делать то, что вы хотите, в отличие от того, что приходится делать чиновникам. Поэтому многие, многое то, что иногда врач считает рутиной и не делает, вот даже то, что когда не репортируют о том, какие дополнительные эффекты нежелательные проявляются при применении препарата. Ну вот лень заполнять эту репортичку. А ведь это именно то, что позволяет достоверно сказать, что вот мы зафиксировали с вами, да, клинику и безопасность. Ведь сейчас в правилах, мне очень понравилось, что сегодня коллега ссылался уже на документы, которые приняты в Евразийском Союзе. Я очень рада, что там они проработаны даже более тщательно, чем в нашей регуляторике. Потому что там есть очень такой важный момент в фармаконадзоре. Это критическое отклонение. То есть когда воспроизведенный препарат выходит, да, или биоаналог, он же фиксирует критично. Да, мы допускаем, что он может отличаться. Не вот это стопроцентное там совпадение в той же биоаквивалентности. Пусть это там будет 5-10, но это не 30, это не 50. А сейчас у нас нет такой величины. Поэтому фактически как бы любой дженерик, даже если у него там зашкаливают эти отклонения, он обращается на рынки. Вот сейчас мы проводим как бы проверку взаимозаменяемости. Есть вот такие превышения критические. Все это уже взбудоражило фас, что как-то они будут невзаимозаменяемыми принято. Ну вот поэтому много вопросов. И действительно, я считаю, что во многом вот сейчас есть такая возможность, но учитывая, что команда достаточно такая настроена именно на взаимодействие с врачами и министр, да, врач. Повлиять на правильную регуляторику. То есть на то, чтобы была возможность большей свободы у врача говорить о том, что он фактически назначает то же самое. И поэтому когда уже сейчас, наверное, такой свободы, она не в полной мере есть. То есть когда все равно врачи иногда наблюдают в клинике проявление отклонений, но они об этом не репортируют. Мы не имеем вот этого пула рапортов о том, что это не совпадает, что это не должно быть. Ну не знаю, чем это определяется. Наверное, прям как иногда мне в онкологии говорят, врач там боится назначить наркотику, когда есть боль, потому что он боится. Но вы знаете, если бы я боялась, я вообще не знаю, мне надо было сразу уже из министерства уволиться. Скажите, а какой класс для финала у нас? Ну вот, нету меня, а вы что делаете? И как часто вы, сколько денег вы тратите, сколько средств вы тратите на реализацию национального лечения, используя препараты, которые будут. Представьте, Михаил Романович, наверное, просто я не совсем то компетентное лицо, которое могло бы ответить за компанию Биокад в этом аспекте. Я просто скорее представитель научной части. Если, может быть, мои коллеги хотят прокомментировать, я бы их попросила, наверное. Что же я говорю? Валентий Валентинович, может, пожалуйста. Вопрос заключался. В том, что сколько денег мы тратим на разработки? Нет, это не секрет. Мы говорим о том, да, это уже миллиарды. Мы миллиарды рублей тратим на разработку красных препаратов. А врачи еще снимают. Нет, отчего же. Я бы так и сказала. Вот, например, антиземные препараты. Соединенные Штаты, где аналог один? Ну, типа Вастин. Остальные рассматривают Сергей. Ну, это не праздник, конечно. Вот, прежде чем вы вывели этот СИМАП, я буду называть их, например, хвостин, там, 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 там. По биоаналогам обогнали. Ну, в данном случае, да, получается, по биоаналогам, то, что мы зарегистрировали в Российской Федерации данные биоаналоги, мы, можно так сказать, обогнали. Мы показали Трампу, а ранее Обаме, почему Обама-Кея, что есть более возможный экономичный способ. Когда я была в Соединенных Штатах, со мной встречалось сообщество вот этих оригинальных разработчиков, оригинаторов всех. Ну, в Соединенных Штатах, там, в основном, крупнейшие фирмы, которые, там, третье место мы занимаем в мире по Financial Times фарм-отрасль. Это, в основном, американские компании. И они там плакались мне, что вот теперь в систему здравоохранения все больше оплачивают дженерики, а вот их оригинальные препараты не оплачивают. Поэтому, там же, знаете, ТЭВа процветает, я надеюсь, будет потом биокат процветать с биоаналогами. Вот, поэтому все впереди. Вот, поэтому, конечно. Ну, президент Соединенных Штатах любит каратор. Спасибо большое. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ